Час неумольно заканчивается. Семигодовая Кира Куруленко с Будокошалева потребна терминовая допомога у девчонки рецидив онкологичного захворывания. Ее необходимо трапить на иммунотерапию в Испанию, но сборы дзе вельми марудна и батьки Киры боятся, что не поспеют. Марина Северьянова наведала семью Куруленкову подчас их короткого визиту додому с Боровлян. Четырых годов тому об невеликим райцентры Будокошалева доведались не только во всей Беларуси, но и далее. А цель гучал розпорчный клич на допомогу. У трехгодовой Киры Куруленко знайшли рак и одразу четвертой стады. Спочатку девчонку лячили и оперировали у нашей країни. Пот и всем светом збирали гроши на лячение у Германии. У вынеку подшули долгочеканное слово «ремиссия». И во селита тяжкая новина, яка смещается у одним страшным слове – рецидив. Будокошалева, усходний микрорайон. Тут на четвертом поверсе нас чекает семья Киры. Кабу черговый раз рассказать людям свою трагичную историю у надзии, что допомога обовязково пройдет. На порозе сустракая Кира разом с маленькой сестричкой и матью. Девчонка спочатку соромится с дымышной бригады, хавается за Матулину спину. А потом со широй дитячей непосредностью проводит для нас экскурсию у свой маленький свет. Я ее гонор – аквариум. Его Кира отримала у мая на день народжения. А кто там? Это петух. Петух? Да. А разве петухи живут в аквариуме? Они же в сарае живут. Это петушок. Это рыбка такая? Да. И ты за ней ухаживаешь сама? Ну, только кормлю, а мама мне помогает воду менять. Хотя мама воду меняет, а я помогаю украшать. Красиво у тебя? Там и ракушки, и домик, и мельница для петушка. Да. Его зовут Блеск. Четыре годы тому у Киры знайшли нейробластому забрушенной просторы с метастазами у лимфовузлах и костевым мозгу четвертой стады. Целчинце пришлося пройти просто шесть блоков химиотерапии, операцию по выдалении пухлины, трансплантацию костевого мозгу. Как было меньше риски отримать рецидив, урачи рекомендовали пройти лечение антицелами у Германии. Дякуючи необъяковым людям, тады все отрималося. И наступили два с половой счастливые годы ремиссии. А селета хвороба вернулася. Начала хромать на левую ногу. И жаловаться на боли, да? Да, да. Мы сделали снимок, вот сразу показал перелом. Все, сделали гипс. Сняли гипс через, ну, две с половиной недели, по-моему. И все, было понятно, что это не перелом. А как могли по снимку определить перелом, если его не было? Он был перелом, просто, ну, он как патологический перелом, как метастаз. А, то есть это из-за онкологического заболевания случился этот перелом? Да, да. Не из-за травмы? Да, но он случился вот в кости. Как опухоль вырасти, ничего не выросло. Вот просто пошел метастаз в кость, костный мозг и лимфозлы. Кошт лечения свыше 300 тысяч евро. Зараз собрано 30% от этой суммы. Кабы у испанской клиницы сгодилися принять кирину лечения, потребно унести 50%. Часу практически нема. Девчинка не может долго знаходиться без лечения. Кали за ближайшие дни не сдарится суд, то киры с матью треба будет вернуться в брауляны на третий блок высокодозной химиотерапии. А это великое выпробование для маленького и омаль обессиленного детского организма. Да, помогшись семье вырытывать детяти, может каждый жадающий. Реквизиты для охвирования вы видите на своих экранах. Я хочу обратиться к каждому, кто сейчас видит меня. Я благодарю всех, кто помогает нам. Всех, кто помог. Всех, кто думает еще, чтобы помочь нам. Спасибо вам. Я прошу не оставлять нас. Прошу помогите мне спасти дочь и успеть уехать вовремя на лечение. На питание до Киры, об чем я на Маре, девчонка рассказывает про ожидание иметь котяня. И ни слова про им к ней не выздороветь. Мать и каже, что Кира наумыслно побегает этой темы. Хотя бы сейчас, в родных стенах, можно забыть про бесконцное больничное життя. Вельми хочется, чтобы все такие простые мары, это весело и добрые девчонки справились. Но для этого она должна жить. Марина Северьянова, Сергей Комко, телерадиокомпания «Гомель», Будда Кошелева.